Скажите, что для любого нечетного А найдется такое натуральное Б, что 2 в этой степени минус 1 кратно А. Теперь разберем числа вида 2 в нулевой минус 1, 2 в первый минус 1. Итак, 2 ватт и минус 1. Заметим, что таких чисел А плюс 1. Значит, остатков отделения на А всего существует А. То есть не значит, а просто остатков отделения на А существует А штук. Значит, в этой цепочке найдется хотя бы 2 числа, у которых остатки отделения будут одинаковыми. Пускай это число А в Л минус 1 и А в МТ минус 1 и пускай Л меньше М. Тогда возьмем число А, МТ, 2, извиняюсь, это не А, это двойка. Хотя А тоже хорошо. Дело в том, что можно было вместо двойки поставить любое число, которое взаимно просто с числом А. Вот поэтому написано А нечетно. А нечетно, это значит число А взаимно просто с числом 2. Да, 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 хорошо. Ну вот, теперь получается 2МТ минус 1. 2 в степени Л минус 1 минус 2 в степени Л минус 1. И это получается 2 в степени Л на 2 в М минус Л минус 1. Ну да, поскольку 2 в степени Л не кратно А, значит... Нет, не не кратно, а взаимно просто. Взаимно просто с А, то 2 в степени Л минус Л минус 1 кратно А. Ну и мы нашли такое число. Вот, ребят, на всякий случай, надеюсь, все помнят, что есть усиление этой задачи. А именно, в качестве Б, что можно было взять? А минус А. А минус А. Афиат А. Совершенно верно. В качестве числа Б можно было взять функцию Эйлера от числа А. Не обязательно это наименьшее такое Б. Но так, и еще. Как называется наименьшее число Б, для которого 2 в степени Б минус 1 делится на А? Порядок. Числа какого? 2 по модулю А. 2 по модулю А. Совершенно верно. Добрый день, пожалуйста, не манер. Вот здесь вот написано 2 в степени минус 1. Никакой необходимости брать именно эти числа не было. Ну, здесь тоже двойка, да? Можно было просто без всяких этих минус 1 взять остатки, потому что все равно потом эти минус единицы уничтожались. Это чисто эстетический, конечно, вопрос. Но, тем не менее, вот эти вот минус единицы будут писать не обязательно, тем самым мы бы сэкономили сколько-то там сотых граммов мелок.